Класс может соответствовать не только конкретной сущности предметной области, но и какому-то абстрактному понятию. Например, shape — абстрактная геометрическая фигура. Мы, конечно, можем писать код, использующий переменные типа shape, но за ними будут всегда скрываться конкретные круги, квадраты и треугольники. Просто геометрическая фигура без типа существовать не может. Для того, чтобы выразить это в программе, используется ключевое слово abstract. Если класс объявлен как абстрактный, это означает, что нельзя создавать его экземпляры. Создать можно только экземпляр класса наследника, не являющегося абстрактным. В абстрактном классе может быть все то же, что и в обычном — поля, конструкторы и методы. Но некоторые методы могут быть абстрактными, то есть без реализации. В данном классе мы должны сделать абстрактным метод getEria, поскольку на данном уровне иерархии наследования мы не можем предоставить ему никакую разумную реализацию. Все неабстрактные классы-наследники должны предоставить реализацию этого метода. Наличие абстрактных методов в неабстрактном классе приведет к ошибке компиляции. Абстрактные классы решают сразу две задачи. С одной стороны, они определяют набор публичных методов, то есть по сути внешний контракт данного класса. С другой стороны, они могут содержать не публичные поля и методы, то есть какие-то детали реализации. Бывает так, что нам нужно описать только внешний контракт программной сущности, не закладывая никаких деталей реализации. Предполагается, что возможные реализации настолько различны, что не будут иметь ничего общего между собой. Например, сервис, который получает все заказы клиента по его идентификатору, может быть реализован поверх реализационной базы данных. Или поверх XML-файла, содержащего все данные. Или, что удобно в тестах, просто хранить все данные в памяти. Чтобы описать такой сервис, мы могли бы завести абстрактный класс, в котором есть только публичные абстрактные методы. Однако у конкретной реализации сервиса по объективным причинам может быть необходимость отнаследоваться от какого-то другого класса. И это проблема, потому что в Java, как мы помним, множественное наследование запрещено.